Ставлю морозильник на разгон, минус 27 пишет, но через пару часов там уже будет минус 30 и поставлю масло туда. Мобил 1FS0V40, тоже до СВО партия. Сейчас банки одинаковые, одинаково налью, еще на весах взвешу дополнительно. И как раз вот этот мобил у меня сейчас в К7М залит, могу отзыв оставить, если кому интересно. Залит он с середины августа, уже и в жару побывал, поработал и в морозы 30 градусные были у нас. Ну а татнефть я во вчерашнем сюжете в поисках осадка переливал из канистры в банку с белой крышкой. Ну вот 1052 мл это у нас мобил и 1060 татнефть. Банка на 10 грамм была тяжелее, изначально взвешивал так что. Ну и чтобы не перепутать, мобил зеленой фишкой накрою. Татнефть белой. Сейчас чуть больше покажет. Ну 30. Буквально пара секунд как из морозильника. В морозильнике она прозрачная, как достаешь, покрывается вот так вот льдом из морозил. С трудом открыл. Так, у нас как видим татнефть. Засекаю таймер и начинаю выливать. Даже приподниму, чтобы воздух свободней выходил, хотя это никак не влияет на самом деле. Но некоторые зрители возмущаются. Якобы если вот так лейка стоит, то маслу сложнее утекать. И раньше я сразу с двумя банками и двумя канистрами проводил опыт. Но тоже говорят, что вдруг одна леечка носик уже, хотя они заводские. Да и проверял я одинаковым маслом, когда переливаешь. Там максимум секунда погрешности. Ну, раз есть подозрение, что у воронок разные носики, будем в одну ставить. Сейчас у меня пока рука замерзла. Нет смысла банку держать. Ну и вот буду засекать вот так таймер и потом в общую таблицу сводить и сравнивать вообще все в принципе. И 5w30 можно. Ну, у меня много, несколько десятков на канале заморозок еще буду делать. Особенно если хоть как-то будут компенсироваться затраты. Потому что вот один человек вчера 50 рублей перевел, другой 100. Буквально 150. Но купил новую лейку, новую банку. Видно, надеюсь, нет сомнений, что минус 30. Как она глубоко промерзла сильно. Ну, вот опять-таки я под углом его ставлю. Никакого вакуума, конечно, там нет. Уходит свободно. Долго течет, на мой взгляд, для нулевки. Есть у меня на канале, я потом даже сам интереса ради посмотрю. 5w40 замораживал. За какое время они перетекали. Ну, вот сразу скажу, что я около пяти часов морозильник пустым продержал. Включив вот эту быструю заморозку. Он до 32 разогнался, поставил банки. Так же вот 4-4,5 часа они простояли. За это время они успевают полностью замерзнуть. Сейчас вот 30 было в морозилке, но все вот полностью вытекло. Можно руку не буду мучить. В свое время рукам и так досталось, в том числе и холода. Ну, тут немножко ускорить могу. Таймер виден. Видео для экономии вашего времени ускорю. Распределялось оно по мотору, кстати, хорошо после холодного запуска. Именно вот когда уже на рабочую температуру вышел, чувствовалось, что очень густое масло. Ну, густовато. Вот как, на мой взгляд, то, что это именно сороковка, в принципе, вязкая. Уже там ушел 5w40 по нижней грани сороковки, да, рецептура. У Mobil 1 FS 0w40 тоже около 13 сантистоксов, даже чуть поменьше. Тут густовато. Ну, вот мне в морозы от 25-20 уже ощущалось, что масло вязкое. 25 тем более, 30 тем более. И я его слил на котельную, заехал там к товарищу. Так. Все. 350. У нас уже Mobil. Вот сейчас на глазах она будет инием покрываться. Также пару секунд назад из морозилки. Ух, ледяная. Еще раз говорю, очень важно сразу начинать переливать. И поехали. Но после холодного запуска ни с Mobil, ни вот с этой летать нефть, ему не было, не замечалось длительной работы на сухую мотору. Быстро подавалось масло в мотор. У Mobil. И более такая вот тонкая струйка продолжает вот стекать. Я хочу прервать перелив с банки, чтобы пока поставить. Ну, посмотрим. Так вот оно выглядит. Ну, течет свободно. Каких-либо сгустков нет. В следующий раз, возможно, в банку буду переливать, чтобы видно было, как оно затекает полностью в банку. Складывается так вот немножко. Или прям просто течет. Ну, так вот, конечно, прям прозрачно. Это от нефти. Прошлой зимой у меня была Mobil. Вот этой зимой залит. И стартер ощутимо легче крутит с Mobil. Хотя АКБ я не заряжал. Минус 30 мороз застал уже. Ну, и после прогрева с Mobil мотор так полегче крутится. Работает чутка помягче. Ну, видимо, просто татнефть гуще. Она не хуже. Просто вязкость больше при 100 градусах. Ну, вот как оно. Немножко опустошается. Так же долевая, чтобы давление такое же было. Если вдруг кто думает, что это влияет. То все условия одинаковые для обоих участников. Ну, вот уже можно видеть еще до окончания перетекания, что масла примерно одинаково текут. Что татнефть, что Mobil. И для татнефть я считаю это хороший знак, хороший показатель. Потому что у этого Mobil и по независимым тестам, и официально база чисто синтетическая. GTL, PAO, PLUS, Ester. Вот татнефть также на официальном сайте практически полностью синтетическая база указана. Но некоторые критики это пытались высмеивать. Ну, могу сказать, что через такую же воронку я и в мотор заливаю. В машине лежит. И масло, ну, просто вот так ставишь на горловину без какого-либо сопротивления. Оно быстро уходит. Там 4-х литровую выльешь. Гораздо быстрее, чем вот эти 800 грамм мы тут ждем. Также примечательно, что пакет присадок очень схож у этого Mobil и татнефть. Хотя когда-то заявлялось, что у Mobil уникальный пакет присадок. Но тут по количеству и по содержанию одной тоже там и молибден. Ну, желающие могут найти эти анализы в интернете. Зольность одинаковая и щелочное число конское в обоих масел. Также хочу особенно подчеркнуть, что татнефть старых партий. Сейчас уже таких не производят. Из новых партий татнефть PAO у меня тоже есть, но пока запечатано. И стоят. Так, ну все, уже банка абсолютно пустота. Там две капли осталось. Сейчас самое интересное. Вот хоть науфрост, но белая эмульсия образуется. Что же там в моторе за зиму, да? Прикреплю ссылку к этому видео на сравнение вот этих масел вязкости 5w40. Тоже одинаково было. Стоп-352. Отличный результат. Пара секунд это статистическая погрешность. Поддержите, пожалуйста, канал лайком, ведь я старался для вас. Всем удачи, пока.